здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в четвертом уроке мы продолжаем сами изучать компонент forms в этом уроке мы с вами рассмотрим общие настройки данного компонента находясь в режиме редактирования формы можно сюда сами заходили справа есть такие настройки кнопочка кликаем и давайте пройдемся по порядку не пропустите мои топовые продукты под jumla показывать заголовок формы заголовок это у нас вот этот заголовок название нашей формы если он не нужен галочку снимаем здесь сразу в режиме редактирования видно что отключается заголовок показать кнопку отправить ну я вообще не вижу смысла ее отключать иначе просто нет смысла в этой форме галочку оставляем включить captcha это защитный код captcha здесь ничего нет потому что это captcha по умолчанию она у нас не настроена и отключена у меня об этом есть урок о captcha этот урок находится также в ютубе в серии уроков джумал сенсей там я показываю как включить captcha когда вы включаете captcha в джумле здесь в списке будет отображаться ваша captcha то есть прежде чем человек сможет отправить форму ему придется ввести защитный код от спама да этот код существует но на форму я не рекомендую вам такое ставить и дальше смотреть вот эта вся область это у нас всплывающее окно когда человек нажимает отправить помните у нас прошлом уроке мы отправляли здесь должно быть какое-то сообщение написано так вот здесь сначала настраиваются цвета цвет фона сообщения давайте сделаем немножко другого цвета чтобы мы понимали где это находится цвет шрифта сообщения сделаем черный грамм цвет слой наложения всплывающего окна то есть это задние вот эта вся область сайта затемняется каким цветом давайте сделаем каким-нибудь вот таким чтобы это было видно и уже ниже мы настраиваем сообщение чтобы лучше понять что здесь написать если например вы не знаете что написать то есть сообщение при отправке формы вы это все дело копируете идете в google транслит вставляете текст и здесь переводится поздравляем ваше сообщение был успешно отправлено если вы можете просто отсюда прямо копировать текст или написать что-то свое здесь ведь у нас имеется теги вот эти вот все это мы не трогаем то есть между тегами у нас слово есть поздравляем дальше идет ваше сообщение успешно отправлено то есть удаляем все что здесь есть не удаляя теги да и сообщение об ошибке то есть если по каким-то причинам не удалось отправить сообщение но здесь конечно машинный перевод не очень хороший я сейчас просто поставлю вы конечно здесь напишите разумный текст отправить айпи пользователю это прикольная фишка в письме прямо в письме будет приходить айпи пользователя может быть где-то пригодится ссылка для перенаправления здесь есть поле вы можете повесить ссылку после отправки автоматически чтобы человека перенаправил на какую-то страницу если это нужно страницу можно прописать здесь давайте применим сохраним и обновим страницу протестируем вбиваем текст вбиваем email отправить вот о чем я и говорил затемняется фон зеленым видите сообщение розовое и текст черный поздравляем ваше сообщение был успешно отправлен то есть вот таким вот образом это все настраивается давайте рассмотрим следующую вкладку на эти уведомления мы с вами проходили следующая автоответчик но я не буду здесь ничего показать здесь так все понятно то есть нужно ли автоматически сразу отправлять автоответчик человеку который отправил вам заявку форме то есть здесь можно писать имя отправителя например ваша компания мл отправителя тема сообщения здесь можно что-то написать удалить здесь текст написать спасибо мы получили ваше сообщение ближайшее время мы обязательно свяжемся с вами ну что-то в этом духе и ниже есть отправить копию отправителю есть все понятно вот это достаточно интересная вкладка сейчас мы ее рассмотрим показывать форму во всплывающем окне то есть ту форму которую мы сами делали мы ее с легкостью можем сделать в всплывающем окне как-то делается ставим здесь галочку и сразу можно нажать применить и сохранить после обновления страницы на сайте форма исчезает и появляется по умолчанию синяя кнопка с текстом по умолчанию pop up button если мы в всплывающем окне очень красиво всплывает та самая форма которую мы с вами делали если такой вариант вам больше нравится то можно использовать его давайте посмотрим следующие настройки ширина всплывающего окна можно сделать побольше то есть вот то окно которое всплывает формочка можно сделать по большую ширину текст кнопки то есть меняем текст на кнопки здесь тип элемента кнопка ссылка давайте попробуем сделать ссылка я еще сам ни разу не смотрел как выглядит ссылочкой если это нужно вот такая вот ссылочка отправить появляется вот видите форму 800 пикселей за поширне стало окно больше следующая опция очень интересная дефолт позиция дефолт это значит кнопку нас будет находиться там где мы разместили гритбоксе здесь есть интересно значит смотрите сверху слева справа снизу кнопочка будет прилеплена давайте попробуем например сделать слева сохранимся сохранимся идем на сайт обновляем страницу и видите у нас кнопочка будет всегда прилеплена вот здесь вот краю браузера слева я выбрал и по клику то же самое всплывает форма то есть это очень удобно очень классно что есть такая опция можем сделать заказать звонок где-то например наверху даже сделать здесь уже как вам удобно я оставлю дефолт цвет фона кнопки конечно же меняется здесь пример зеленый цвет текста кнопки оставим белый размер шрифта кнопки также можно увеличить и увеличится сама кнопочка за счет этого толщина шрифта заголовка кнопки также можно сделать жирным и последняя опция радиус границы но это у нас идет скругление кнопочки давайте применим и посмотрим что у нас получается обновляю страницу кнопочка стала больше шрифт толще закругленные углы круче и так у нас с вами все работает и из разряда настроек у нас еще остается вкладка оплата мы можем даже здесь принимать оплату прямо через эту форму но к сожалению у нас есть только иностранные платежные системы не считая в обмании paypal я не буду делать урок об этом если только сделаю например урок о paypal то есть как настроить это все дело чтобы это работало чтобы средства приходили к вам на аккаунт paypal если это нужно то оставляйте комментарии под этим видео если будет достаточно комментариев с желанием чтобы я осветил эту тему как подключить paypal к данной форме то я обязательно запишу пошаговый урок об этом далее из настроек формы здесь у нас все на этом я урок заканчиваю если для вас он был полезным ставьте пожалуйста палец вверх подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe news или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостинг сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинг тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь